Прах бывшего председателя КНР Дзянзе Миня развеяли над устьем реки Янзы. В Китае закрепили право пациентов с лихорадкой на получение медицинской помощи. Необычные акции и мероприятия привлекли в магазины множество покупателей. Власти Джет Диана помогают внешнеторговым предприятиям расширять бизнес. Прах бывшего председателя КНР Дзянзе Миня в соответствии с волей усопшего и его родственников развеяли над устьем реки Янзы. В траурной церемонии принимали участие член постоянного комитета политбюро ЦК КПК, секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци и другие представители комиссии по организации похорон, а также родственники Дзянзе Миня. Они доставили погребальную урну спецбортом из Пекина в Шанхай, а затем к причалу военного порта Усун и подняли на борт фрегата Янжоу. Когда военный корабль прибыл в акваторию Усе Янзы, Цай Ци, вдова Дзян Зе Миня Ван Епин и другие члены его семьи развеяли прах усопшего над бескрайней водной гладью. Товарищ Дзян Зе Минь скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности. Теперь пациентам с повышенной температурой медицинскую помощь оказывают круглосуточно. В Китае издали документ об оптимизации лечения больных с сильным жаром. Этим актом установлено право жителей Поднебесной обращаться за помощью в клинику, независимо от того, сдавали ли они какие-либо тесты на коронавирус и каковы их результаты. Ограничивать или препятствовать этому праву запрещено и властям, и медицинским учреждениям. Кроме того, больницы теперь обязаны отчитываться о проведенной пациентом с лихорадкой первичной диагностики. Чтобы пациент с температурой никого не заразил, ему рекомендовано обращаться в специализированные клиники. А с перечнем этих учреждений жители должны ознакомить власти всех населенных пунктов страны. После ослабления коронавирусных ограничений в торговых центрах Китая снова многолюдно. В городском округе Дун-Ин провинции Шаньдун магазины расширяют ассортимент и устраивают распродажи. Для нас, горожан, раньше был важен бренд. Но сейчас мы смотрим на соотношение цены и качества, и экологичность товара. Власти регионов поддерживают бизнес и помогают привлечь покупателей. Мы проведем кампанию по продвижению зимних товаров на уличных ярмарках, в супермаркетах, в торговых центрах. Мы также поможем торговым точкам стать современными и привлекательными для потребителей. В провинции Хайнань стартовал фестиваль беспошлиных покупок, который продлится до 5 февраля следующего года. Покупателей ждет широкий ассортимент товаров, так как власти возобновили грузовые рейсы во множество городов – от Парижа и Милана до Сиднея и Сингапура. А значит, предприятия Duty Free смогут предложить клиентам модные новинки и качественные изделия со всего света. В Шэньчжэне представляют субсидию на покупку электроники и бытовой техники. Ее максимальная сумма – 2000 юаней на человека. Благодаря субсидии жителям стали более доступны свыше 6000 товаров в сотнях магазинов города. Размер субсидии составляет 15%. Это значительно стимулирует потребление. Мы ожидаем рост продаж минимум на 50%. Чтобы увеличить спрос, власти города Шэньчжэнь планируют давать субсидии компаниям, которые представляют какие-либо новинки, а также тем, кто только начинает бизнес и открывает первые магазины. Из Шанхая в Хельсинки, а затем в Берлин группа по расширению зарубежного рынка провинции Джэцзян побывала в разных странах, чтобы найти новые возможности для китайских внешнеторговых компаний. В Берлине мы посетили торгово-промышленную палату. Обе стороны достигли соглашения о деловом сотрудничестве и о содействии упрощению въезда и выезда для делового персонала. Дальше мы летим в Кёльн. Там у нас запланирована встреча с представителями одной из крупнейших выставочных компаний. Мы стремимся, чтобы предприятия провинции Чэцзян участвовали в международных выставках. Представители города Нинбо отправились на Ближний Восток, а городской округ Цзиньхуа направил группу в Индонезию. Также власти Джэцзиана планируют наладить деловые контакты со странами Европы, Юго-Восточной Азии и других регионов. Наши представители посетят Индонезийскую ассоциацию розничной торговли. Там они подпишут соглашение о намерениях приобрести продукцию из нашего городского округа. При поддержке управления торговли городского округа Цзиасин предприятия из Джэцзиана также побывали на азиатской ярмарке моды в Токио. Одна из текстильных компаний всего за три дня заключила более 20 договоров на сумму около 35 миллионов юаней.